Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас достаточно забавная встреча, потому что она посвящена новой версии издания Конституции «Гомо Сапиенс Сапиенс». Первая версия вышла два года назад, в период пандемии. И, конечно, я же не имею аппарат в несколько тысяч человек, как в определенных организациях, где готовят такие Конституции. Приходится работать самому. Но, как известно, поскольку Конституция, которую я предложила, она нашла отзывы в сердцах граждан Российской Федерации, ко мне поступили всякие предложения. И странные, и хорошие, и не очень хорошие. Но, тем не менее, эти предложения надо как-то учесть, поскольку у нас впереди с вами формирование новых государственно-социальных объединений с новыми принципами церебрального сортинга, с новыми принципами отношений между людьми, и не только между людьми, но и входящие в тех странах, которые войдут в качестве губерний или ассоциированных с чем-то членов. Это непонятно. Но, тем не менее, вполне понятно только одно, что нужно будет создавать некоторые общие принципы объединения этих самых новых валютных зон, как говорят экономисты, или, как я говорю, новых территориальных систем церебрального сортинга. Они будут довольно большими и будут состоять из очень разных людей. И поэтому ими будет очень трудно управлять, и надо, чтобы все события, которые происходят внутри этих новых объединений, были всем понятны. Мне кажется, что существующие нынче конституции, которые ещё дополняются такими томами по каждому пункту, они, мягко говоря, не соответствуют ни нашей сути, ни нашей деятельности, о кормлении бесконечных юристов, оно, мне кажется, чрезмерно обременительно нашей экономике, да и гражданам в целом. Поэтому новая версия Конституции, вот 22-го года, она выглядит следующим образом. Я буду зачитывать пункты целиком, останавливаться, и их кратенько пояснять, что я хочу сказать, если это вдруг кому-то непонятно, что я тоже допускаю. Значит, пункт первый. Государство обеспечивает гражданам право на пищу и её приём право на размножение в пригодной для жизни среде. Это понятно, что люди должны иметь место, где могли бы размножаться, и есть. Но это, мне кажется, против этого спорить довольно сложно. Следующее предложение в этом же первом пункте. За народившихся детей, ну, это тогда случается, ресурсный доход получают только матери. А самцы, ну, в смысле мужчинки, всегда доказывают своё право на отцовство. Понятно, да? То есть таким образом снимается проблема алиментов. Зачем мужчинам выписывать алименты, когда ресурсный доход достаточно большой, будет получать всё равно мать. Вот вам и решение сохранения населения, сбережения. Вы же понимаете, что при отсутствии алиментов эти самые самцы, они вам наделают детей сколько хотите. Ну, а мамкам тоже проблем не будет, потому что ресурсный доход весь у них в руках. Могут покормить самца, а могут и не очень. Второй пункт замечательной конституции слева этого будущего. Государство обеспечивает гражданам ресурсным доходом в эквиваленте 100-дневного рациона одного человека в течение месяца. Ну, понятно. То есть в три раза больше, чем он может съесть. Это нормально. Это позволяет выжить и даже заплатить за чудовищные ЖКХ. При этом здесь уже в этой новой конституции, в новой версии появляются и некоторые обязанности у граждан. Граждане обязуются трудиться. Это важный момент, потому что работать все-таки нужно. Иначе не то, что хвост отрастет и, так сказать, мозги усохнут. Можно вообще потерять человеческий облик. Так что граждане обязуются трудиться и платить 10-процентный налог от всех доходов, кроме ресурсного. А задолжавшие отдают не более 50% ресурсного дохода. Ну, понятно, чтобы даже не работая, можно было как-то выживать. Вполне понятно, что человеческий мозг так устроен, что зависть к соседу, что является популярнейшим делом среди обезьянок, она будет толкать к тому, чтобы добывать еще деньги и выпендриваться друг перед другом, как положено во всяком обезьянном сообществе. Значит, теперь четвертый пункт. Нарушение Конституции в ущерб Родине. Имеется в виду та самая Родина, в которой мы живем. Приводит к отмене пунктов первого и второго. То есть у вас могут, так сказать, лишить возможности принимать пищу в удобном месте, размножаться и, самое главное, лишат ресурсного дохода, который потребует вам, потребует от вас уже работы на какого-то злого дядьку или потребует от вас организации некого бизнеса, который будет приносить деньги. Ну, за них будет платить 10 процентов. Значит, а нарушение Конституции не гражданами РФ, имеется в Российской Федерации, при этом сроки наказания утраиваются, а при сроке, который получается в результате больше 25 лет, подвергаются традиционной в обезьяне мире декапитации. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Так вот, почему? Потому что если ты не гражданин Российской Федерации, если ты не платил налогов, если твои родители не платили налогов, если ты вообще к этой стране имеешь очень косвенное отношение, а приехал сюда просто денег заработать, то ты должен соблюдать законы со всей тщательностью. Потому что при малейшем нарушении все законы, то есть все наказания по законам, по их неисполнению, утраиваются. А если больше 25 лет, значит, получается в сумме, то декапитация, ну, знаете, с помощью такого устройства, изобретенного во Франции в период революции, называется гильотина. Ну и последний, пятый пункт. В Конституции так пять пунктов и осталось. Я не смог дотянуться до творчества Моисея с корижалями, видимо, у меня способностей маловато, поэтому я остановился на пяти пунктах. Работа государства осуществляется пожизненными чиновниками. Ну, пробился, пусть работает, если умеет и знает, чего делать. Которые отзываются методом декапитации. Ну, это опять мы обращаемся к французским традициям использования гильотины. При утрате тысячедневного рациона одного человека. Ну, если утащил у казны или у людей еды на три года, ну, в общем, сами понимаете, другого пути нет. При принятии Конституции, это в этом же пункте, в пятом, гарантирована полная амнистия денег, но без их вывоза. Всё происходит внутри нашей замечательной страны. А если вы выезжаете из страны и хотите жить где-нибудь на Гавайях, да, пожалуйста, это очень хороший способ сохранить здоровье подорванное в чиновничьих креслах и прочие всякие штучки, то тогда вы просто лишаетесь этого самого ресурсного дохода, который на самом деле не такой большой. То есть не надо говорить мне, потому что здесь появляются некоторые счетоводы такие, которые умножают одно на другое, говорят, бюджета не хватит. Ещё как хватит. Почему? По простой причине, что в этом случае же не надо будет содержать бесплатную медицину и образование. И граждане свои те самые деньги, которые выделяются государству, на медицину, образование, они понесут туда, где им дают эти услуги лучше. Где их лучше учат, где их лучше лечат. И таким образом вот эта вся фикция заботы о населении растворится, как утренний туман. То есть таким образом можно будет сократить огромные расходы на псевдо-медицину, до которой не доходит, до граждан, как мы знаем, на псевдообразование, которое фальсифицировано такой степени, что уже никуда не годится. И самое главное – прекратится нецелевое растаскивание этих средств по пути к образованию, науке и медицине, что, собственно говоря, является основным ресурсопоедающим инструментом. Поэтому всего хватит. Как говорит мой один знакомый, большой специалист в этой области, он говорит, дайте мне 12 паяльников и свободу рук и я через две недели удвою бюджет страны. Ну, 12 паяльников, понятно, почему, ну, не гигиенично их использовать многократно. Так что денег на всё хватит. Было бы, как говорится, желание и политическая воля. А так должен ещё сделать несколько объявлений в связи с тем, что институт, по сути дела, в котором мы работаем, прекращают своё существование. Дальнейшие ролики, они, так сказать, будут выходить по мере накопления некоторых ресурсов, которые нужны для их изготовления. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Желаю вам внимательно прослушать историю про Конституцию при всей анекдотичности, как мне кажется, она самая короткая на этой планете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова